На 16-й сессии депутаты планируют внедрить патентную систему налогообложения, изменить прожиточный минимум севастопольцев и взять под контроль розничную торговлю алкоголем. Несколько вопросов напрямую коснутся городского бюджета. Проект повестки дня пленарного заседания из 16 пунктов, в том числе, три это законопроекты во втором чтении, три это законопроекты в первом чтении и 10 проектов постановлений, которые предлагаются для рассмотрения на сессии. Депутаты предлагали внести законопроект о статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Севастополе, и дополнительной социальной поддержки для них. Иван Ермаков потребовал радикальных мер в отношении кавельного телевидения «Воля». Главным героем недавно вернувшихся в сетку вещания украинских каналов стал назначенный министр обороны Украины Гилетей, пообещавший отпраздновать Парад Победы в украинском Севастополе. В третий день «Воля» кабельное телевидение крутит его полную речь, со всеми там показами, что вот так вот это все будет делаться, его полная речь, и президента нашего там набят, как и все, и нас предупреждают, что вы, хлопцы, не забывайте, где вы живете, по чему ходите. Поэтому я хотел бы, чтобы вы кому-то следовали дать разобраться. Депутаты поддержали еще несколько дополнений. Владимир Одемченко заинтересовал вопрос будущего Приморского бульвара. Если появляться целых лучших торговых площадок, ну зачем вы это делаете? Вы донесите тогда правительству, что он всегда боролись в поддержку этого засилия торговых точек, тем более, на битву этих точек особо, честно говоря, не очень приказанно. На ближайшие сессии депутаты также поднимут вопрос об ограничении допуска иностранцев в город. Законодатели обеспокоены нестабильной международной обстановкой, войной на Украине и предстоящим открытием игорных зон в Крыму. Повестку дня поддержали единогласно. Ксения Абагинская, Павел Красиков, Севинформбюро.